Всем кротовый привет, друзья! С вами Паша Времон на связи, и снова у нас пополнение в рубрике «Лучшие бои». В этот раз у меня был сетап Франции на боевом рейтинге 7.3, и я, в принципе, не особо-то и планировал на какой-то супер-ультра-мега-результат наигрывать в этом бою, просто я тогда сел за компьютер, никого не трогал и решил сделать обзор на саму АСМ, который, кстати, уже вышел, скорее всего, на момент записи ролика, ну или, как минимум, доступен по раннему доступу на моём канале Бусти. Кстати, не забывайте на него подписываться, подписка там максимально дешёвая, и за это вы получите ранний доступ к видеороликам, а в дальнейшем я буду добавлять и другие бонусы за подписку. И все, кто уже подписался, огромное вам, друзья, спасибо, вы меня очень сильно поддерживаете этим самым делом. Ну так вот, карта у нас с вами в этом бою будет «Американская пустыня», в которой я, собственно, на саму АСМ поехал на захват точки С. Извините, кстати, да, снова будет повтор боя, потому что, опять же, я не планировал записывать этот бой как лучший, просто так получилось. Причём получилось очень даже хорошо, потому что я практически добрался до своего личного рекорда по фрагам. Причём не на низких рангах, а именно вот здесь, на высоких симметрии, это всё-таки довольно жирно. Но тут нам, конечно же, повезло. Во-первых, я попал в топ списка, что, разумеется, раскрывает технику, на которой я играл, немножечко с другой стороны. Но это не значит, что я, как бы, бездумно катался по карте, не понимая, что происходит. Во-первых, я слушал звуки, что и советую делать вам тоже, потому что на подобных картах, например, городской застройки, это очень важный момент, потому что вы можете услышать противника за стеной и, соответственно, быть готовым к его встрече. А что же касается самого СОМ-АСМ, я лично считаю, этот танк одним из лучших премиумных машин на своих боевых рейтиках и за свои деньги. На рафте с Т-29 и ИСом-6. А в некоторых моментах он их даже переигрывает по своим характеристикам. Например, по перезарядке. Она у неё всего 4 секунды. Правда, там есть некоторые ограничения в боекомплекте первой очереди. Он там всего составляет 8 снарядов. То есть у вас 9 выстрелов на быстрой перезарядке, после чего у вас будет довольно долго всё это происходить. Поэтому я вам советую тусить в районе точки. Потому что заезжая на неё в французских танках, ну вообще в любых танках, у которых есть автомат заряжания, пополнение боекомплекта первой очереди сразу же идёт в этот автомат заряжания. Ну так вот, и я начинаю тут как бы кататься, искать противника, слушать звуки и осматриваться по сторонам. Причём это у меня реально очень неплохо получалось. После чего, как вы понимаете, реализовать саму АСМ не было, в принципе, никаких сложностей. Потому что неплохая подвижность, хоть и у нас и небольшая максимальная скорость, в районе 40 км в час, даже иногда поменьше. Но этого, в принципе, достаточно для ведения боевых действий в городских условиях. А самое главное, конечно же, это перезарядка. Ну, тут я, как вы видите, реализовываю эту самую перезарядку по всей строгости закона, если так можно выразиться. Потому что я просто разношу противника налево и направо. Но и на месте на одном, конечно же, не стоял. И после того, как я уже вынес шестерых, мне, к сожалению, Мардер выбил двигатель и половину членов экипажа в машине. Из-за чего я остановился на ремонт. Но, тем не менее, при этом всё равно двоих ещё забрал, которые ехали на меня сзади. Ибо механизму заряжания выбитые члены экипажа не мешают перезаряжаться с той же скоростью, с которой он перезаряжается изначально. Ну и после ремонта, при попытке доехать до точки С, которую, кстати, мы потеряли, меня уничтожает вражеский волкер-бульдог, который выезжал с респауна. И это уже был девятый, по идее, противник. Как бы вот победа была за ним. После чего я беру самолёт в виде бирки. Она у меня, к сожалению, была стоковая. Я его взял в сетап просто для того, чтобы немножко бы прокачивать. Не зная, что летают вражеские самолёты, я решил на них немножко поохотиться. Что у меня, в принципе, неплохо получалось. При подлёте к танковой части карты я сразу же сбил один из вражеских самолётов, а второй просто разбился. И, к сожалению, его фраг мне не засчитался. Далее я увидел, что я к панзер 4-5 начал поезжать с респауна. Я немножечко по нему решил пострелять, но попал не очень удачно. После чего я решил сделать второй заход и обстрелять его с более выгодной для меня позицией. То есть максимально сверху, обстреливая его именно в крышу. И это у меня в целом получилось. Правда, не до конца. После чего вражеский самолёт, которого я и не заметил, подлетел со спины и немного меня расстрелял, успев поджечь. После чего я потерял управление и у меня оторвался хвост, соответственно, я разбился. Поэтому данный вылет у меня был не очень удачный. После чего я взял дублёр саму АСМ и поехал дальше. И выкатываясь с респауна, я увидел, что точка С у нас так всё ещё потерянная. И там вообще из наших союзников никого не было. Соответственно, там, скорее всего, были противники. И да, так оно и есть. Была Пантера и Волкер Бульдог. По Пантере я попал неудачно, к сожалению. А Волкер Бульдог довольно хорошо выкатился и получил ваншот с моего снаряда. Кстати, хочу отметить снаряды на саму АСМ. У них бронепробитие достаточно для уничтожения практически любого противника. Правда, иногда нам не хватает заброневого воздействия. Поэтому 2-3 снаряда на танк иногда приходится тратить. Но не всегда. Например, как сейчас, в топе списка, очень часто противник отваливаться будет с одного попадания. В особенности, если вы знаете, где находится боекомплект в вражеском танке, советую стрелять туда. Попадание в него приводит к ваншоту. Ну так вот, со всеми противниками разобрался и услышал еще одного. Только не совсем понимал, где он именно находится. Но прислушившись, я понял, что он примерно спереди. И, откатываясь назад, дал залп ему по НЛД. После чего у него подорвался боекомплект. И далее я отправился все-таки захватить эту чертову точку С, до которой наши так и не добрались. Кстати, к этому моменту у меня уже был один захват, один уничтоженный самолет и 12 уничтоженных наземных целей с одним ассистом. Что, в принципе, является уже очень хорошим результатом. Но, разумеется, как вы понимаете, это еще не все. Встав-то захват, я начал искать противника. Вроде никого не услышал. Понял, что вроде бы я тут один нахожусь, точнее, со своим союзником. Но увидел, что на нас летит самолет. Я попытался его сбить, организовав вам Пашу-синичика. Но что-то пошло не так, потому что вроде бы как я должен был в него попасть. Но этого не произошло. И он сбросил бомбы, от чего меня подорвало. И далее я взял дублер бирки, который выпал мне после окончания боя. Я его не покупал. И решил, чтобы так будет лучше. Ибо вражеская авиация, ну, мне очень сильно мешала. К тому же, с авиации можно, обстреливая противника с автопушек, подсвечивать его для своих союзников. Тем самым оказывая поддержку. Я подумал сыграть немножечко в обиженку. Я отправился за тем самым самолетом, который меня разбомбил. А он в этот момент летел к себе на аэродром. Многие из вас сейчас меня осудят, скажут, вот, чувак летел на аэродром, а ты решил его сбить. Типа вот так вот некрасиво. Да, друзья, некрасиво, зато это будет еще один фраг. А вдруг бы он пополнился и вернулся бы обратно, и еще бы наших союзников бы разбомбил. Но теперь у него, разумеется, это не получится. Я делаю в него несколько залпов, отрываю ему хвост и разворачиваюсь обратно на танковую часть карты. Правда, я немножко не рассчитал дистанцию, на которую я подлетел к вражескому аэродрому, и он меня, собственно, уничтожил с помощью своего ПВО. После чего я беру еще один танк, который, кстати, очень даже хороший. У меня как-то на него уже выходил обзор. Если пропустили, то обязательно гляньте его. Потому что это обзор на батчат, который в данный момент, после добавления камерных снарядов, начал играться просто восхитительно. Имея неплохое пробитие под 200 плюс миллиметров, у нас еще и достаточно серьезная камерная часть в снаряде. И вот, выкатываясь с респауна, я увидел вражеский танк, дал ему снова в НЛД, снова ваншотнул, после чего получил попадание в пулемет с Т-95. Да, друзья, я танканул пулеметом снаряд Т-95. Это было достаточно странно, но я немножечко даже обрадовался. После чего я поставил ее на гуслю и решил отправиться дальше в город, потому что нас уже, скорее всего, должны были объезжать со всех сторон противники. И, как бы, чтобы не подставляться, я решил, как бы, начать на них охоту, а не стоять, ждать, когда они сами приедут ко мне. Увидел на точке С суперпершинга, дал по нему выстрел, не пробил, к сожалению, и понял, что лучше его тоже бросить. И дальше я решил попытаться объехать Т-95 сзади. И пока я это делал, наш союзник разбомбил того суперпершинга на точке, я увидел Шермана, его уничтожил, потом поехал дальше, увидел еще одного Шермана, его уже наш союзник вынес. После чего я такой думаю, ну ладно, хрен с ними, с этими Т-95, чтобы не слиться, поеду-ка я лучше захвачу базу, точнее, хотя бы сброшу ее, чтобы у нас хотя бы прекратили очки отниматься. И вот, добравшись до точки, я услышал, что сюда тоже кто-то едет из противников, потому что они что-то как-то в этом бою не хотели заканчиваться. И это был Кугельблиц. Первым выстрелом я выбил ему всех, кто находится в корпусе, а вторым выстрелом всех, кто находится в башне. И продолжил свой захват дальше. На этот момент у меня уже было две захваченные точки, то есть будет третья, два сбитых самолета, 15 фрагов и 4 асиста, что опять же результат уже до этого-то был хороший, а сейчас еще круче стал. И после того, как я ее захватил, я услышал, что к нам едет еще кто-то. После недолгого ожидания противник все-таки появился. И это была американская М-42, или М-19, я там уже не помню. Короче, была достаточно опасная зенитка, которую нашего батчата могла бы запробить куда угодно в любую проекцию. Я ее уничтожаю удачным выстрелом в боекомплект, после чего отправляюсь в сторону точки С помочь нашему союзнику. И тут встречаю еще одну американскую зенитку с хорошим пробоем. Она в этот момент начинает по мне стрелять, но не пробивает, после чего я начинаю выдвигаться за ней. В надежде остановить, потому что она явно пытается пробраться на точку С. Но она неудачно выкатывается, и я также ей подрываю боекомплект своим замечательным камерным снарядом с батчата. И поняв, что точку С уже точно никто не захватит сопротивников, я решил отправиться поджимать их на респауне. Увидел какой-то танк, остановился, и не понял, что он меня тоже увидел. Это был Т-34 американский, и он меня, соответственно, убивает с одного попадания. Ну и далее я беру последний свой выезд в данном бою, а именно Корсар, у которого 114 снэба в подвесах находятся. Я считаю его на данный момент одним из лучших таких штурмовиков реалистичных боев за Францию. Потому что 114 снэбов с пропитием в 290 мм, по-моему, если мне память не изменяет, это довольно существенный аргумент против практически любого противника. При этом у них еще и баллистика довольно неплохая. Правда, если бы я еще умел нормально стрелять, я бы мог его реализовать более эффективно. Но в целом этого было достаточно для того, чтобы победить. Я увидел вражеский танк, открыл по нему огонь снэбами и поставил на гуслю. После чего я увидел, что точку Б кто-то захватывает. После недругого поиска я увидел, что это был Супер Бершинг, и тоже закидал его снэбами, подорвав боекомплект. Из-за чего точку Б перестали захватывать. И у нас появился еще один шанс на победу. Далее я видел, как вражеский танк, который я изначально остановил, стреляет с Браунингов. После этого его было легко заметить. Также я провел по нему небольшую атаку. Снова у меня не очень хорошо получилось, но в целом я его остановил. По-моему, это был Т-25. Я выбил ему движок, все гусеницы и почти всех членов экипаж. У него там двое осталось всего лишь. Но самое главное, я не дал ему доехать до точки Б. Потому что если бы он доехал, как вы понимаете, она бы начала захватываться. А там уже и наш союзник подъехал к этому моменту. Я видел, что по мне кто-то стрелял с вражеского респауна. Я делаю разворот и вижу, что это был Т-92. Я тоже по нему делаю несколько залпов и уничтожаю нафиг. Ибо что это он тут катается и стреляет по мне, а то еще собьет. Вот. И после чего у меня будет еще один фраг. Это будет М-36, по-моему. Которого я завалю прямо на последних силах. Потому что у меня там что-то двигатель выбился. Я вообще прям уже чуть ли не падал. Но все-таки фраг свой сделаю. Итого. Три захвата. Два сбитых самолета. Двадцать уничтоженных танков. И пять ассистов. Бой, честно говоря, офигенный. Сетап Франции на боевых рейтингах 7.3 просто божественен. Ребят, если думали на чем понагибать. Или повыполнять какие-нибудь задания батл пасса. Или каких-нибудь марафонов. Советую вам обратить внимание на Францию 7.3. Ну и может быть это дополнительно смотивирует вас купить саму АСМ. Потому что машинка реально хороша. Особенно если будет по скидкам. Результаты боя вы видите у себя на экране. Если видео вам понравилось, было интересно. Ставьте лайки. И также делитесь своим мнением по поводу того, как вообще вам эта рубрика лучшие бои. Стоит ли ее дальше продолжать. Или выкладывать дальше вот так вот очень редко. Я обязательно ваши комменты почитаю. Ну а с вами был Паши Фриман. Всем удачи. И желаю всем таких же нагибучих боев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok